Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Минтруд допускает, что заморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2016 год. Правда, с Минфином продление моратория не обсуждалось. Все будет зависеть от того, как будет складываться финансовая ситуация. Если будет такая финансовая возможность, смысл замораживать накопительную часть уже не будет. Между тем, многие эксперты убеждены, что эти средства надо отдать прошедшим проверку регулятора НПФ, а застрахованным лицам все должно быть компенсировано. Минэкономики сформулировала критерии, с учетом которых целесообразно субсидировать ипотечные кредиты. По мнению ведомства, кредиты по льготной ставке 13% годовых должны быть доступны только заемщикам, приобретающим единственное жилье, причем эконом-класса. Максимальная сумма кредита должна быть ограничена в зависимости от местонахождения покупаемого жилья. Схожие критерии Минэкономики предлагают использовать и при оказании поддержки заемщикам, взявшим ипотеку в валюте. Число туроператоров, занимающихся внутренним туризмом, выросло в 2014 году на 25%. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, на 1 февраля 2014 года число туроператоров по внутреннему туризму составляло 2957, а на 1 февраля 2015 года их стало уже 3710. По его мнению, это свидетельствует о переориентации туристического сообщества. По мнению Сафонова, развитие туризма в регионах России выступит катализатором их развития. В прошлом году турпоездки по России совершили 41,5 миллион человек, что на 30% больше, чем годом ранее. При этом въездной туризм упал на треть, а выездной на 30-50%. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1651 пункт. Среди лидеров падения Магнит, Башнефть, Дикси, Мегафон, ТМК и АФК-система. Лидеры роста – Норникель, Преф и Мичелло, акции НЛМК и Алроса. Внешний фонд к началу торгов на рынке России сложился негативный. Опубликованные накануне недельные данные о запасах нефти в США разочаровали инвесторов, оказавшись значительно ниже прогнозов. Фондовый рынок Америки завершил торговую сессию снижения. Азиатские индексы также торгуются в красной зоне. Курс доллара на 5 февраля – 65,44 рубля, курс евро – 75,04 рубля. Золото стоит 2670 рублей за грамм. Серебро стоит 37,01 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 55,96 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!